В первую очередь приветствую вас, спасибо, что пришли. Хочу и вас, и в первую очередь команду «Карабах» поздравить всех на следующий этап и пожелать им удачи в следующий этап. Что касается нас, в первый раз, наверное, такой хороший шанс имеет «Интер» пройти второй этап Лиги Европы. Мы очень хорошо выступили в первой игре, сыграли очень хорошо и заслуженно победили, но одной игрой не заканчивается. Это второй этап, нам достоин завтра сложная игра, но если будем сами собой, то есть будем той командой, которая вышла в первой игре, и будем действовать так же уверенно, так же надежно, то, конечно, у нас есть, еще раз повторяю, очень хороший шанс пройти этот этап. Для этого мы должны очень хорошо постараться. В первую очередь мы играем в доме. И нам надо быть обязательно, как и в первой игре, быть агрессивным. Надо ни в коем случае не дать инициативу соперника, потому что соперник очень любит атаковать, и они очень большими силами атакуют. Понимаете, у них минимум 6-7 футболистов принимают участие в атаке. Так что нам надо в первую очередь постараться, значит, чуть дальше находиться от наших ворота. Мы играем дома, еще раз повторяю, значит, ни в коем случае не будем садиться и будем атаковать, играть свою игру. И нам, если удастся играть свою игру, то я считаю, что мы можем получить положительный результат. Но в коем случае нельзя отдавать инициативу сопернику. Что касается состава, ну, состава завтра, ну, таких больших изменений, скорее всего, не будет. Может, даже и не будет изменений. Ну, посмотрим. До завтра еще 24 часа. Ну, почему не усиливаемся, понимаете? Там много очень причин, которых я не могу сейчас перечислить. К сожалению, мы не можем усилиться, это точно. У нас очень мало футболистов. И это большая проблема. Я считаю, что и вы тоже это понимаете. Но причин много, причин много. Мы не хотим, я всегда так говорю, что мы не хотим привлечь второстепенный футболистов, потому что этот этап уже я за Байджан прошел. Но это, наверное, не надо. Вот. Но, к сожалению, вот, как вам сказать, очень, очень, очень плохо, что мы не усилились. Вот. Но мы не смогли усилиться. Что касается, что усилиться или не усилиться, вы знаете, как, уже вам тоже надоело все это вам обещать. Мне тоже самое. Я не знаю, честно говоря. То, что команда нуждается усилением, это однозначно. Да, однозначно. Я, сами видите, что у меня сейчас, завтра будет два футболиста из бюджета. Ну, сами понимаете, что Эльцбург довольно высокого класса команда. Но, понимаете, за два дня по меня традиционно все. Я думаю, что это фокусникам должно быть. Конечно, кое-какие заготовки могут и не быть. Значит, это сразу же будет видно уже в начале игры. Состав мы уже знаем, в принципе, кого они привезли. То, что однозначно, что центрального защитника 6-го номера Йенсена его не будет. Приблизительно, в принципе, 6-7 футболистов, которых они будут ставить, в принципе, там видно уже. Уже. Вот. Что касается смены схемы, может быть, что-то поменяет. Может, там может поменять, конечно. Они тоже готовятся. Они тоже готовятся и стараются. Уже постараются, значит, не допускать ошибок, которые они допустили. Мы смотрели последнюю игру ихнюю тоже. Так что мы тоже готовимся, как я. Нет, потери, слава богу, нет. Еще этого не хватало. И так 14 лет. Выиграли, притом выиграли достойно, выиграли дослуженно. Но это не все. Есть вторая игра. И команда, которая, я вам честно скажу, вот эта последняя игра, которая борется до конца. Вот я последних сколько их, 4-5 игр посмотрели. Помните, 2-2, когда 0-2 проигрывали, 2-2. В прошлой игру они проигрывали 4-1, но они до конца были. Так что, вот знаете, вот в таких играх растет чемпионат Азербайджана. Давайте вспомним, если команда какая-нибудь проигрывает 3-0 в Азербайджане, то он уже перестает бороться. Вот это нам надо научиться от европейских команд. Особенно северных команд, которые борются до последнего. Так что нам с первых до последнего очень большая концентрация, внимание, как и при первой игре. И естественно те моменты, которые будут, обязательно будут моменты у нас, значит надо его уже лучше реализовать. Я не думаю сейчас. Я честно скажу, что во-первых, я вот эту большую поддержку, я еще домашние грести распором увидел. Просто как первый раз, наверное, так произошло. В принципе у нас одинаково с Грузией и Азербайджаном. Когда уже Грузией. Когда команда проигрывает в Грузии, там просто один уходит. То же самое. Ну и помните, да, проигрывает 0-1. Люди до конца нам верили и до конца нас поддерживали. Слава Богу, их мы как бы обрадовались. Вчера был очень, я думаю, хороший праздник для всех нас. Так что надо постараться, что этот праздник завтра продолжится. То же самое и Невчи тоже обязательно, значит, удачи пожелаем. Это очень важно в дальнейшем, чтобы для развития футбола и для того, чтобы, знаете как, уже не с первых кругов начинать, а начать уже с вторых, с третьих. Нам надо набирать очки, набирать, значит, показать себя на Европе, значит. Я думаю, что будет это хорошо, если мы все трое будем выходить в следующий этап. Будет это очень, очень удачный сезон.